Друзья, привет! Безумно рад быть первый раз в Череповце. Вообще, хочу отметить, уже называли, но я хочу отметить просто первоклассную организацию этого мероприятия. Организаторы. Я сам организатор, я ж под шпионом, я все мелочи, все детальки, все посмотрел. Мы уже продумываем, как делать фабрику, снимаем там очень хороший зал. И я просто, знаете, вот эта тонкость организации проявляется в мелочах, да, вот эта премь. Все вот эти вот бэджики для персонала, там, шикарный баннер для фотосессии, пофоткались, да, уже, фотографировались, просто все мелочи. Вот, я не знаю, даже зал холодный, чтобы вы не уснули после перерыва, да, все учли, представляете? Это, вот, мы смотрели, мы смотрели, вот, когда вот, дергается свет такой, 21-21. Потом, когда вы выпили, я на ларифту смотрю 21, везде 21. Это специально, чтобы вы ушли с этого мероприятия, и у вас вот это вот так вот было, и чтобы вы очень быстро достигали вашей цели. Вы уже поняли. Итак, моя тема, моя тема, как работать с ПАК-21. Для начала тоже коротко я себе расскажу, следующий слайд, мои текущие результаты в компании LR, и хочу сказать, что к этим результатам, в общем-то, я пришел не быстро, потому что не знаю, что я в год всего лишь в компании, в год с небольшим. Понятно, что был некий опыт, был опыт в продаже, презентации, был некий сетевой опыт, да. Хотя в компании LR я себе по шагам, каждый раз по одной бонусной линии, по одной 25% команде создавал свой бизнес. И опыт, который я получил, я хочу поделиться с вами, ну, потому что достаточно быстрое развитие, и какие-то приемы, методы, ну, самое даже главное не в приемах и методах, а самое главное в принятии некой философии быстрого развития. Вот я здесь послушал спикеров из Череповца и понял, что, в общем-то, здесь очень быстро развивается бизнес, да. И у меня, конечно, есть пример, когда мы за один месяц человеку могли открыть квалификацию 21%, но так вот, чтобы за правило, да, как вот Миша уже прямо вам говорит, за два месяца 21% мы, честно говоря, к этому еще только идем. Вот, но тот инструмент, о котором я сейчас расскажу, он, конечно, поможет вам просто реактивно развиваться, просто реактивно. Компания у нас, вы знаете, растет каждый месяц, да, в России, и двигаться на волне с компанией, то есть не отставать от этой компании, это здоровый темп нашего бизнеса. Если вы уже несколько месяцев в бизнесе, и вы растете менее чем компания, ваша группа то растет, то падает, знаете, что вы просто не в тренде. И вам есть, у вас есть серьезное расставание, послушайте то, о чем я сегодня буду говорить. Итак, да, о себе, степень не доцента, кстати, где там Дима, степень кандидата экономической наук, доцента – это должность. И до 2008 года я был в этой должности, преподавал там несколько институтов, потом уволился, не устраивал оплату труда. Первое предложение сетевого маркетинга я получил, ну, чуть раньше, до того, как уволиться. И скажу честно, ну, я вообще просто себя смотрел, хорошо ли я выгляжу, что мне предлагают такую… Я тут целый доцент, да, с банками связывался. И потом, на встрече, наконец-то, мне девушка нарисовала эти кружочки, там, пять, двадцать пять, вот о чем говорит Димит сегодня, да. Я смотрел и думал, о боже, боже, господи, когда же она заткнется наконец-то, чтобы я уже ушел и… Ну, просто я был очень закрыт к этой информации. Ну, и, наконец-то, меня, как это часто бывает, обманно, там, затащили куда-то домой. Я даже торт купил, потому что я думал, что я его там, да, или, да. Там был мой лучший друг, Игорь Дерафимов его звали, он, кстати, мастер по боксу. Но, знаете, я был такой злой на него, да, вот, когда понял, что к чему. Его бы это не спасло, потому что я просто бы его убил бы там. Вот. Но там сидел лидер, он просто посмотрел на мое угрожение лица, и он сказал, вот он молодец, сказал, никакой презентации не будет, пойдемте пить чай. Вот. И мы пошли пить чай, он просто задавал мне вопросы. Вот так вот по-лидерски разговаривал, да, и пару буквальных его фраз, ну, у меня такая, что, знаешь, я, в принципе, тоже занимаюсь тем же, чем и ты. То есть я преподаю, да, я вот обучаю, веду там занятия, трения, семинары. Ну, правда, зарабатываю в десять раз больше, чем ты. Вот. Тогда, ну, доклад доцента, может быть, вы знаете, там, вроде где-то двенадцати-пятнадцати тысяч был. Вот. И я уже дальше его не слушал, потому что я слушал другого человека, он что-то говорил, но я уже слушал другого человека. Самого себя. Вот. И уже выходя после этого разговора, там буквально полчаса, я уже, в общем-то, принял для себя решение, что я попробую этот бизнес. Вот. Вам для того, чтобы быстро простраивать бизнес, чтобы научиться промотировать вот этот вот инструмент ПАК-21, вам нужно по-лидерски мыслить и по-лидерски общаться с людьми. Вот. И сейчас мы об этом немножко поговорим. Итак, следующий слайд. Это мой человек в тот месяц, когда я решил заниматься бизнесом ЛР, 69 рублей. Сейчас мой гараж LR состоит из двух автомобилей, Volkswagen Polo и Mercedes. Вот. Но был год назад у меня вот такая машина. Как я ее сейчас называю, корейский Гондурет. Вот. И самые мои первые партнеры, то есть всего три партнера, да, в первой линии. Вот. И самый первый мой партнер, хочу сказать вообще огромные слова благодарности, Ларисе Курилец. Вот этой очаровательной девушке в Леопардовом полноте. За то, что она очень серьезно относилась к своему бизнесу. И до сих пор для многих партнеров нашей команды в Казани она звезда у нас. Промотировали, промотировали, промотировали постоянно. Как пример того, как человек, ну, вне зависимости от каких-то обстоятельств, там, маленький город, неважно, лишь бы было желание. Вот. Окей, хорошо, поехали. Почему я рассказываю вам и даю вам эту тему? Ну, во-первых, я имею основание на это. За последний год, здесь только последний год, с декабря прошлого месяца, рост товарооборот моей структуры увеличился в среднем на 20 тысяч баллов ежемесячно. И очень таким приятным исключением стал последний месяц, когда мы с Ольгой выросли почти на 60 тысяч баллов. И, наконец-то, пробили эту в планку в 300 тысяч баллов, которые мы сегодня ждали. И хочу сказать то, что, вот, большая статистика встречи звонков – это понятно, очень серьезные лидеры люди – это тоже хорошо. Но есть инструмент, благодаря которому все это, в общем-то, произошло. Давайте я вам его представлю. Он называется ПАК-21. Кто слышал про такое название? Отлично. Ну, я не ожидал увидеть в Череповце малого количества рук. Надо объяснять, что это такое или лучше объяснить? Хорошо, давайте на нем задержимся. Итак, ПАК-21, как я его называю, для того, чтобы проще было человеку понять, это набор стартовых наборов. Фактически он стоит 39 тысяч возвратных рублей. Я так и говорю, трендинантам всегда возвратных рублей, чтобы они сразу поняли, что это некая инвестиция в бизнес, а не расходы, которые он закапывает. И он в себя включает 6 стартовых наборов с продукцией плюс 3 стартовых набора подарочных. Это я так всегда объясняю, так всегда промотирую этот инструмент. Ну, не промотирую, точнее, объясняю, что это такое. У него есть целый ряд преимуществ, о которых мы сейчас буквально поговорим. Но для начала я вам должен показать следующий слайд. Это фотография человека, моего партнера, Вадима Бахирова, лидера организации, который, по сути дела, всю нашу команду научил, как не бояться ПАК-21 и как работать с ним очень быстро. Потому что я знаю, что иногда люди боятся ПАК-21. У кого есть партнеры, которые боятся ПАК-21? Отлично. Сейчас мы как раз об этом поговорим. Итак, какие есть преимущества у ПАК-21? Первое очень серьезное преимущество. Когда партнер берет ПАК-21, это некая заявка спонсору. Эй, спонсор, я тут. Я серьезно отношусь к этому бизнесу. Поэтому ты можешь вкладывать меня в свое время, в свою ценную энергию. Потому что я беру ПАК-21 и рассчитываю серьезно строить этот бизнес. Скажу лично про себя. Для меня, когда мой партнер первой линии берет ПАК-21, это серьезное основание, чтобы я не отвлекался, скажем, поменьше отвлекался на другие вещи, и полностью занялся бы его взращиванием до 21%. То есть для меня это серьезное заявление. Если такое не происходит, то, соответственно, уже я понимаю, что свое время можно, наверное, распределить уже немножко по-другому. Направить его на поиск людей, для которых это будет за очень серьезным шагом. Следующее преимущество – это быстрота бизнеса. В Череповце ведь нет офиса, да? Нет, да. Я, кстати, со страхом ожидаю появления офиса в Казани. Здесь вот кто-то там говорит, ой, скорее, офис появился, да? А я, честно говоря, мы уже настолько привыкли работать инструментом ПАК-21, я уверен, что и потом мы будем работать этим инструментом. Потому что ценностью ПАК-21, наверное, я никогда не услышал, что это инструмент для тех городов, где нет офиса. Это целая философия, это целая система ценностей работы с ПАКом-21. Это не инструмент для того, где нет офиса. Я уверен, что… Вот смотрите, вот посмотрите, как растет ЛР. Вы удивитесь, что в основном растут группы, где… в городах, где нет офиса. Никто не пытался анализировать. Потому что это как раз сложности, которые рождают лидерские решения у людей. Когда они берут ПАК-21, когда они вот на этих вот… закаляются на эти сложности, как развивает этот бизнес. А офис он немножко расслабляет, это точно. И нам еще в Казани, в начале года у нас там открывают офис, нам еще предстоит научиться работать вот так. Итак, быстрота бизнеса. Вы берете ПАК-21. С молниеносной скоростью можно эти пакеты с продукцией запускать в первую линию, в глубину. Ваши партнеры видят, как это все происходит. Что они делают? Совершенно верно. Они вас дублицируют. Дальше. ПАК дает объем. 1250, когда вы распределите всю продукцию. Ну, 918 сразу. И когда уже будет распределена вся продукция. То есть 1250, а на самом деле при дубликации уже можно выйти за 1-2 месяца на автомобильную концепцию. Используя инструмент ПАК-21. Именно так это и происходит в команде моих новичков. Потому что кроме 5-25% линий, которые у нас сейчас есть в параллельных, у нас сейчас в первой линии 3 группы от 14% до 16% и 7 групп 9%-11% параллельных. И во всех группах мы используем работу с этим инструментом. Понимаете? Во всех группах мы работаем с этим инструментом. Именно поэтому почти 60 тысяч баллов в ноябре. Дальше. Окупаемость. Про это я вам рассказал. За счет наличия подарочных наборов этот инструмент окупается. Мы вкладываем там 39 тысяч, возвращается почти 45 тысяч. Это действительно инвестиция. Бизнесмен уж точно понимает, что это инвестиция. Это заплаты, от которых ожидается что? Прибыль. Прибыль такая вот единомоментная. Ну и самый главный прибыль, конечно, это ваша квалификация, это ваши партнеры, которые появляются. То есть это потрясающий инструмент. Самая выгодная инвестиция. Гораздо выгоднее, чем ценные бумаги, недвижимости и другие инструменты. Дальше. Самая мотивация. Очень часто ПАК-21 берут для того, чтобы себя стимулирует развивать бизнес. Ну и наконец, самое главное, мы о ней уже говорили, дубликация. Это вообще самое главное слово в стиле маркетинге. Потому что если система работы с ПАК-21 подразумевает, что с ПАКом работает и ваши партнеры тоже. И ваши партнеры тоже. Поэтому очень важно научиться правильно промотировать этот инструмент в вашей команде. Давайте так. Есть группы, которые вообще не промотируют ПАК-21. Это вообще засада. Это вообще все запущено в смысле работы с этим ПАКом. А есть группы, где он промотируется просто неправильно. Вот мы сейчас об этом поговорим. Итак, поехали дальше. Вот самый главный слайд моей презентации. Самый главный слайд. Поняв то, о чем я сейчас здесь скажу, вы сможете расти так же сильно, как растут партнеры моей группы. Итак, есть три варианта роста. Это когда увеличивается команда. Вот так вот анализируем то, как развивается и мой бизнес в том числе. У нас тоже есть группы, которые первым вариантом развиваются. Я пришел к выводу, что есть первый вариант. Вот я его так назвал. Вы уж извините, да, не обижайтесь, кто таким вариантом идет. Но вот этот вариант это тогда, когда вроде группа у вас увеличивается, а товар-оборот что? Падает. Шиш, да? Это тогда, когда... Это когда случается? Когда мы запускаем бизнес чем? Старбоксиками, алоэ вербоксиками, да? То есть вот такие вот... Одеваем людям розовые очки, будто бы они в бизнес пришли, да? 1900 рублей в нем вложили. Вот. Это называется тухлый вариант развития вашего бизнеса. Второй вариант. Ну, некий базовый, да? Некий вот типовой. То есть как угодно вы называете. Это когда, ну, вот, весь ваш товар-оборот, если вы поделитесь там на количество людей, которые в этом месте сделали закупку, ну, получится в районе 100 баллов, да, на человека. То есть это вот как раз тот товар-оборот, который то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Ну, может быть, трайк, то, в общем-то, идет кверху, да? Ну, вот в целом базовый. И вот я вас хочу познакомить со своим вариантом. Со своим, с тем вариантом, по которому вот идет Михаил Маланович, по которому идет Денис Денок, вместе с супругами, конечно. То есть я понимаю, что когда человек берет на себя вот этот вариант развития, это серьезные люди, это серьезные решения. И это очень серьезные результаты, которые есть в вашем бизнесе. Ну, некий профессиональный. Это когда сперва растет ваш товар-оборот, это когда сильные люди принимают на себя сильные решения. Взять ПАК-21 и работать с этим инструментом. И постепенно, естественно, подтягивается за ним количество людей. Это понятно? Это понятно. Хорошо. Хорошо. Следующий слайд. Друзья, поднимите руки, кто вообще покупал ПАК-21. Поднимите. Окей, держите. Пока, пожалуйста. А кто, купив ПАК-21, как-то с ним накосячил так хорошо? Накосячил через процент, понятное слово? Да, хорошо. А потом, получив, то есть, ну, некий вот опыт ошибок, как ты его исправил, да? Первая ошибка – распродажа товаров. Распродажа товаров. Несмотря на то, что Настя умеет распродавать товары, вы просто поймите, это умеют никак не все. ПАК-21, я думаю, изначально задумался в нашей компании, и сейчас существует как инструмент для промотирования, ой, для развития команд. Если бы он задумался как инструмент для распродажи, скорее всего, там было куча-куча разных товаров, без всяких стартовых наборов. Ну, так или нет? То есть, это инструмент для работы, для построения команд. И поэтому, когда вот приходит к вам продукция, если вам что-то захочется продать, намазать на себя, начинайте бить себя по рукам. Это не ваш продукт, это продукт ваших будущих партнеров. Дальше. Этот проект уже сказали, да? Запускаем только стартовыми наборами. Конечно же нет. Из продукции нужно скомплектовать пакетики, комплекты, чуть побольше бы об этом поговорить. Следующая ошибка. Запускаем без баллов. Что это такое? Пока просто вот запомните. Это относится не непосредственно к работе, а вообще к целой философии работы с ПАК-21. Ну и, наконец-то, очень неправильное промотирование этого инструмента. Это тогда, когда человек берет сам ПАК-21, и все. И уже и у него никто не берет, и в конце концов он перестает работать с этим инструментом. Итак, давайте вот об этом сейчас поговорим. Система работы с ПАК-21 выглядит... Да, да, да. Это дочка. Не моя, а дочка, а дочка партнеров. Как раз сфотографировали, когда распределяли по пакетикам продукты из ПАК-21. В ПАК-21 входят три мужских набора, три женских набора. Один набор, как мы его называем, для здоровья. Это четыре гели плюс три баланса. И один набор, стартовый пакет с набором алоэвера. Распределять эту продукцию можно как угодно. Но мы пришли к выводу, что такое распределение, оно наиболее эффективное. Скорее всего, может быть, ваши спонсоры как-то по-другому распределяют. Но это и хорошо, да, есть почва для обмена образований. И, обратите внимание, сформированный пакет, он примерно стоит каждый у нас там четыре с чем-то тысяч рублей. Ну, по-разному, да, набор для здоровья подороже. Это и есть стартовый набор. Не поняли. Замого записывания, если поняли. Итак, стартовый набор, все думают, что это тысяча девятьсот рублей, Starbucks плюс набор документов. А на самом деле стартовый набор, профессионал-то знает, что стартовый набор – это пакеты с ПАК-21. Сформированы вместе с продукцией. Ну, например, густой комплект входит что. Парфюм какой? Да неужели. Парфюм Борис-Верес, крем-кару, спрей, и всё, да? Водонс? А, зная паста. А, зная паста, да, да, зная паста. Водонс сформированный пакетом мы запускаем… Это же не бизнес. Это бизнес мы не запускаем. Мы, как карточка Метро, кто знает магазин Метро? Я на все презентации сейчас карточку Метро таскаю, чтобы человек просто чем врубился, чем я занимаюсь. Это мы просто даем мою карточку доступ, доступ к нашему магазину. Мы его в бизнес не запускаем. В бизнес мы запускаем ПАК-21. Фирштейн? Сейчас идем дальше. Разжевываем. Следующий момент. Система запуска. Вот что надо понять. Вот о чем я говорил. Мы запускаем пакетом. Пакет – это наша карточка Метро. Вот что такое пакет. Мы не приглашаем заниматься бизнесом. Мы просто даем допуск. Открываем человеку номер. Метро. И дальше. Если человеку нужен некий спецзаказ, потом говорит, ну, я-то что-то зубная паста, я не хотел зубную пасту. Говорят такое, да, иногда? Да. Говорят такое. Отлично. Мимо ПАКа. Неделя. Через неделю все придет. Через полтора. Ну, вот у тебя есть штучно что-то в пакет. Я вот это вот это возьму. Извини. У меня все сформировано по пакетам. Спецзаказ Мимо ПАКа. Нужны 250 баллов? Ну, бывают нужны, да? То есть, когда, ну, какие-то события, да, проводит наша компания и промотирует второй тренинг для тех, кто сделал 200 баллов. Так или нет? Мимо ПАКа. Вы знаете, что ПАК не дает тому балл, да? Ну, он-то будет мимо ПАКа. Либо можно, скажем, из ПАКа, но чтобы человек потом взял балл 21. В этом случае у него 250 баллов точно будет. Железно. Это понятно. Идем дальше. Идем дальше. Почему мы не теряем баллов? Объясняю просто. Вот почему. Потому что пакетом из ПАКа 21 мы просто даем человеку доступ к нам. к нашему магазину, к нашему супермаркету. А ПАКом 21 мы даем ему допуск в этот бизнес. То есть, пакет из ПАКа 21 вложите. Кто хочет развиваться профессионально, вложите себе в голову эту мысль. Пакет – это будущий ПАК 21. Если вы с человеком вообще разговариваете о бизнесе. Понятно это? Непонятно. Объясняйте вам. Давай, на первый слайд. Не, не, шучу, шучу. Еще раз. Как формировать пакеты, вы поняли? ПАК 21. Скорее всего, многие таки делаются. Когда я даю пакет, я с человеком говорю о бизнесе. Но не говорю, что он вошел в бизнес. Я сразу же начинаю. То есть, я проматирую план 20. Для меня не важно. Сейчас мы возьмем по 21. Либо потом. То есть, в этом плане я не давлю. Но каждый кандидат моей первой линии и все мои новички понимают, что они в бизнесе тогда, когда они берут. Платно садим. Все. Просто вот так вот. Понимаете? Если мы работаем по этой системе туда. Еще раз говорю. Есть некая базовая, типовая система развития. Да? Вот такая. Есть система развития профессионалов. По которой развиваемся мы. По которой развиваемся мы. И большинство, я так понимаю, растущих групп. Череповец, в том числе. Большинство растущих групп компаний. Следующий слайд. Последнее, что нужно. Нам нужно сделать так, чтобы это сдублицировали. Чтобы это сдублицировали. Чтобы партнеры, наши партнеры, наши команды тоже брали партнера 21. Какие у вас есть соображения на этот счет? Что надо делать для того, чтобы партнеры вашей команды брали партнера 21? Как объяснить, что надо говорить? Вот так. Ага. Первый момент это дать посмотреть видео. Я, кстати, это делаю. У нас есть хороший видеоролик. По-моему, 10-минутный. Его снял Генри Херман вместе с моим спонсором Александром Мачановым. Еще давно-давно, когда тот партнер появился у нас. Кто-нибудь видел его? Я постоянно его гуляю своим... То есть не важно, подключился человек с пакетиком там, либо на 200 баллов. Я всегда промотирую партнер 21. И человек знает, что если он хочет, чтобы я сейчас серьезно занялся его взращиванием, то это как раз тот инструмент, который нужен. Особенно, если этот человек находится в другом регионе. Вот завтра у меня будет тема для младших менеджеров. Как развивать регионы? Потому что из 5-21% групп, 4 из них находятся в совершенно других регионах. От Карелии до Нижневанской. И когда я работаю с регионами, это особенно актуально. Особенно, если они хотят, чтобы я, например, приехал к ним, провел семинар и так далее. Если там нет паков, делать это абсолютно бессмысленно. Потому что это будет очень медленно и печально, как в анекдоте. Итак, как нужно промотировать на самом деле? Первое. Как вы не крутите, как вы какие-то профессиональные сленги, слова не использовали бы, да, друзья? Пока вы сами не возьмете ПАГ-21, промотировать на эту вашу команду будет абсолютно бессмысленно. Согласны? Пока вы сами не научите, как правильно с ними работать. Поэтому это самая главная рекомендация. Второй момент. Совершенно верно. Совершенно верно. Кто-то вот сидит и записывает даже вот с сегодняшнего выступления, да? Есть видео Герли Херман и Александра Мачалова. Есть видео Вадима Макирова по контакту гуляет там уже несколько тысяч просмотров. То есть используйте видеоинструменты для того, чтобы... то есть не давить на человека, ну, бери там ПАГ-21, пока я топлю, а промотировать, чтобы человек не видел, ага, оказывается сильное решение, это вот такое. И видеоролики, где объясняется, как с ним работать. Так. Ну и ваш, ну, ваш некий подход, да? То есть вы занимаетесь человеком серьезным бизнесом тогда, когда есть решение взять ПАГ-20. Решение взять ПАГ-20. Идем дальше. Стратегия выхода на 21%. Когда вы работаете с ПАГ-21. Давайте я покажу вам следующий слайд. Знакомая лесенка. Знакомая лесенка? Да. Здесь она, правда, немножко медленнее, чем в Череповце. Четырехступенчатая. Ну, на самом деле она у нас чаще получается трехступенчатая. Трехступенчатая. Ну, в принципе, в группах, в которых очень сильно работает ПАГ-21. Три-четыре месяца. Три-четыре месяца для выхода на 21%. Если у вас хорошо поставлено промотирование этого инструмента. Еще раз говорю, часто бывает, если хорошо поставлено работы ПАГ-21, 20% получается на третий месяц. Потому что кроме ПАГ-2 еще появляется оборот какой? Остальной обычный, да. То есть то, что идет мимо ПАГ-2 и так далее. Не все же принимают профессиональный способ развития. Его не все примут. Это нормально, скорее всего. Следующий слайд, ПАГ-21 приносит новых партнеров. То есть еще раз, ПАГ-21 это не инструмент для распродажи. Не инструмент для распродажи. Каждый ПАГ приносит там до девяти новых партнеров. Причем быстро приносит. Все с номерами, можно запустить человека. У него появляется вторая линия. И с ПАГа запускаем вторую линию. То есть быстро его углубляем. С ПАГа вообще очень много стратегий. Стратегия оживления группы, например. Когда там в глубину берется. Ну, то есть, не знаю. По-моему, это один из самых уникальных инструментов, которые есть. И это инструмент, который поможет вам не отстать от темпа развития компании. Потому что, если компания УР растет каждый месяц. А ваша команда не растет каждый месяц. Что вы сделаете не так, скорее всего. Что-то в вашей стратегии надо менять. И вот вам отличное решение, на мой взгляд. Дальше. Есть нюансы иногда появляются. У нас в работе с ПАГом. Какие это нюансы? Ну вот, ребят. Нет денег, нет людей. Ну, кому отвечаю? Нет денег, нет людей. Я хороший инструмент, классный, но у меня нет денег. Я не представляю. Я вам хочу анекдотом сказать на эту тему. Я его на всех фабриках рассказываю. Сидит доктор, к нему приходит пациент. И говорит, доктор, я кашляю. Не могу остановиться. Кашляю, кашляю. Уже все лекарства припробовал. Ну, есть у меня уникальная таблеточка. На, выбей. Уберет таблеточку, убегает. Ассистент доктора подвигает. Говорит, ты что? Ты же ему слабительное дал. Кто-то говорит, ну да. Пускай попробует, кашляет. Причем здесь слабительное и ПАГ-21. А вот причем, друзья. Мы с вами помним, что ПАГ-21 это инвестиция в 40 тысяч. Да? И мы с вами помним ту статистику, про которую говорил Михаил Маланович. 10-5-5. Кто запомнил? Вот попробуйте вложить 40 тысяч в свой бизнес. И не звоните, и не встречаться с людьми. Попробуйте. Я посмотрю на вас. Вот, когда я в Ульяновске приглашал трех девочек, одна стоит и говорит, ну вот я неправильно с ПАГ-21, что-то он у меня вот так отбылел, что-то у меня завис. Там второй ПАГ-2 завис, да? Да, ПАГ-2 завис. Я говорю, ну что, кто это спонсор? Вадим Макиров. Я говорю, Вадим Макиров, ПАГ-2 завис. Да, ты что он сказал? Он сказал мне взять второй ПАГ. Видимо, первый ПАГ-21 не до конца простимулирует, да, звонить и встречаться. И понимаете, я прекрасно понимаю эту улыбку, которая говорит, да, слушай, 40 тысяч, мало ли тебя, ладно, давай возьмем второй ПАГ. Может, ты сейчас начнешь бизнесом заниматься? Еще раз, друзья, это не призыв к действию. Это просто для того, чтобы мы сравнили уровень мышления человека, который по-базому, в принципе, 18. Кстати, у нее все хорошо стало, она вышла. Да, просто она автоконцепцию открыла потом. Да, ПАГ-21, друзья, это, понимаете, это еще, если хотите, инструмент личностного роста. Что значит завис ПАГ? Ну, это некая проблема, правильно, в вашем бизнесе? Ну, вы извините меня, вот мы вот на обеде, опять же, с Михаилом Малановичем, он рассказывал про прелести традиционного бизнеса. Да, там эти маски шел, там кувалдами выбивают офис дверей бизнесменов. Что у бизнесменов бывает? Налоговые, бандиты, наезды. Знаете, в ЛР нету, к сожалению, бандитов и наездов, но хоть какая-то проблема, она позволит вам начать закаляться как бизнесмен, понимаете? Потому что, если вы хотите больших результатов, вам надо не достигать через некое преодоление. Ежедневную борьбу со своими страхами, со своими комплексами, если хотите. Чтение книг, к черту, серьезно, это фальшивый способ саморазвития. Если вы только читаете книги и ничего не делаете, не решаете проблемы. Знаете, я кого рекомендую читать книги? Кто проводит каждую неделю по 10-20 встреч. Вот им надо читать книги для того, чтобы скорректировать свои действия. Они у них не эффективные, а чтение Джима Рона и Каринча помогает их скорректировать. А кто ничего не делает, да он может там всех авторов перечитать. Толку никакого не будет. Наличие проблем и умение их решать. Почему много, то есть большой авторитет у бизнесменов, у быстро простраиваться, у Дениса Денина команды, у Миши? Потому что они бизнесмен, они прошли уже кучу сложностей. Они самодисциплинированные люди. Прошли большую школу. Естественно, им наличие таких небольших проблем кажется ему просто какой-то детской забавой. Представьте, вот две картинки нарисуйте. Подъезжает дорогой джип. Оттуда выходит мужик, закрывает дверь. Посмотрел на вас, посмотрел на супермаркет куда он идет. Закрыл машину, пошел туда. Вторая картинка. Подъезжает, я не знаю, ржавая деревянка какая-нибудь. Оттуда тоже кто-то вылез, закрыл дверь, посмотрел на вас, пошел к супермаркету. Вот скажите, вот у этих двух людей отличается поход? Взгляд, когда они на вас посмотрели. Отличается или нет? Первый, очень много в своей жизни перетерпел. Проблемы. И поэтому у него был настоящий личностный рост. Он заработал очень большой авторитет. Среди знакомых и так далее. Второй, постоянно всю жизнь находился в зоне комфорта. Не учился, не обучался. Сталкивался с трудностями, пасовал обратно. Жил в привычной жизни. Вот оно что, понимаете? Поэтому, если у вас зарисплат 21. Я тебе все верю. Это обыкновенная сложность, которую вы должны научиться преодолевать в этом бизнесе. Так или не так? Да. Дальше. Да, будет там конец месяца. Ой, я не буду играть в патру в конце месяца. Я лучше, в начале месяца. Самое удобное время патру отца не брать в конце месяца. На самом деле, кто не работает, тот не знает. Кто работает, прекрасно понимает, о чем я говорю. Самое лучшее время. Ну и в начале тоже хорошо. И в середине. Патру отца не надо брать сразу, так только вы поняли его ценности. А не откладывать. Ну что, друзья. Следующий слайд. Я хочу, чтобы вместе с ЛР у вас исполнились мечты. Я вот недавно мечтаю, как этот мужик вот там вот свесится с этого, с периода. Это бассейн на каком-то высоком небоскребе. В Сингапуре. В Сингапуре мне говорят, да. Понимаете? Вот я хочу там побывать. У вас у всех есть свои мечты. Да сбудутся ваши мечты вместе с ЛР. И да поможет вам в этом ПАК-21. Удачи вам бизнес, друзья. Это дублика без Jimin. Блотяng SAFIELD РОСТОВА and SAFIELD РУДИК beuses safety andjon ценности. Я Удачи вам였습니다! der Arm килограмм ZOO addingиг v tard. Продолжение следует...